В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. 12 жителей Ленинского городского округа стали лауреатами губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». Премия в данном случае это признание. В первую очередь признание того, что уже сделано. На московском коксогазовом заводе прошла экскурсия, посвященная экологической теме с жителями муниципалитета. Коксовый газ очищается до такой же степени, как и природный газ. В поселке совхоза Мини-Ленина отметили День пожилого человека. Постоянно ты к ним приходишь, и контакт у них налажен, все танцуют, энергичные хлопают. В общем, мне очень понравилось петь для них. 12 жителей Ленинского городского округа стали лауреатами губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». Троим из них награды вручил Андрей Воробьев на церемонии, которая состоялась в центре главкино в Красногорске. Остальных честовали во Дворце культуры города Видное. Подробности в нашем сюжете. В кино-телевизионном комплексе главкино в Красногорске губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей премии «Мы рядом ради перемен». Лауреаты от нашего муниципалитета смогли наблюдать за мероприятием в режиме онлайн. Прямая трансляция церемонии награждения была организована во Дворце культуры города Видное. В Подмосковье заведено, что большое, огромное количество людей и в этом зале, которые сейчас дистанционно нас видят и присутствуют здесь. Они помогают людям бескорыстно. В нынешнем году конкурс стал особенным. Большинство проектов рассказывали о волонтерской деятельности жителей. Елена Толстокорова на губернаторскую премию представила свой клуб «Дорога в жизнь», созданный для поддержки особенных людей. Мы начинались с ментальников, но сейчас у нас есть из ДЦП. То есть это молодые люди, которые имеют инвалидность, и мы творчески развиваемся. Клубу уже 7 лет, и мы пошли сейчас в концертную деятельность. У нас есть направление театральное, и также есть у нас арт-терапия. Вот эти три направления, которые мы взяли, мы в них идем. Еще один проект, участник премии – это танцевальный батл. Мероприятие проводится ежегодно для юных жителей муниципалитета. Его автор – Анастасия Матвеева. Он направлен на вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. В сельских поселениях, деревнях Ленинского городского округа мы организовываем танцевальные битвы. На эти танцевальные битвы приходит молодежь, танцует и участвует в таком необычном состязании. Диплом и лауреатом премии вручил временный исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Алексей Спасский. Премия в данном случае – это признание. В первую очередь признание того, что уже сделано, того, что совершено. Я ни капли не сомневаюсь, что люди, а некоторые получают по три, по четыре, по пять раз эту премию, что они продолжат творить, и все это будет во благо Московской области и во благо Ленинского округа. Всего в Ленинском городском округе 12 победителей премии «Мы рядом ради перемен» в разных номинациях. Стоит отметить, что трое лауреатов смогли лично принять участие в церемонии награждения в Красногорске. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Очередная экскурсия на Московский коксогазовый завод прошла для жителей Ленинского городского округа. Участники мероприятия смогли познакомиться с работой предприятия, а также с тем, что предпринимается руководством в плане экологической составляющей. Слово Екатерине Коваленко. Простыми словами о сложных производственных процессах. На Московском коксогазовом заводе прошла очередная посвященная экологической теме встреча с жителями муниципалитета. В роли гида по легендарному для нашего края предприятию выступил управляющий директор акционерного общества «Москокс» Сергей Билан, готовый ответить на любые вопросы гостей. А коксовый газ вы для чего используете? Для своих печей на ТЭЦ сжигается. Когда он сжигается, то куда продукты распады? Никуда. Там продуктов распада практически нет. Ну, вы вот дома, кто газовой плитой пользуетесь, газ горит, вы куда деваете продукты распада? Коксовый газ очищается до такой же степени, как и природный газ. Главными остановками экскурсии стали многочисленные площадки завода. Склад угля, коксовый цех, где уже при нагреве уголь превращается в кокс, выдача готового продукта из камеры. Такова основная технологическая цепочка. Осмотрели гости и модернизированный два года назад газгольдер. Важный объект с точки зрения экологии, именно как он снижает риски возможных выбросов из-за неравномерного давления в газопроводах. Экотемия на Воскоксе уделяется большое внимание. Это и модернизация станции биохимической очистки воды, коллекторной системе в цехе улавливания и технология возврата газов обратно в хранилище. И масса других мер, которые позволят навсегда закрыть вопрос с запахом. Во время экскурсии мы, конечно, поинтересовались у гостей качеством здешнего воздуха. Я думала, что когда я приеду, я одену маску и буду ходить в маске, потому что какой-то запах будет. Нет, не ощущается никаких запахов. Когда я садился, в автобусе пахло нямо чем-то, а здесь не замечается. Подобные ознакомительные экскурсии проводятся на Воскоксе регулярно, чтобы любой житель муниципалитета мог сам оценить ситуацию. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. 12 октября во всем мире отмечается день борьбы с артритом. Это воспалительное заболевание суставов возникает у довольно молодых пациентов. Каковы причины возникновения и что главное в правилах лечения узнала наш корреспондент Галина Житкова. Круглосуточный травматологический пункт поликлиники Бутова-Парк обращаются пациенты с различными переломами крупных и мелких суставов. Но кроме оказания первой медицинской помощи проводятся консультации для больных с поражениями, протекающими в острой форме. Во всем организме, который где-то какой-то, она как бы генерализованный процесс и собирается в одном месте, как в колене, как скрытая инфекция, потому что она капсулированная, каждый сустав. Оттуда можно не пойти дальше, туда можно выникнуть, то есть снутри. А снаружи тоже самый доступ, может инфекция попасть туда, но при этом она может быть локальной на уровне одного сустава. Воспалительное заболевание суставов артрит может протекать как в острой стадии, так и постепенно переходить в хроническую форму. Чаще всего этому подвержены женщины старше 45 лет, но симптомы могут возникнуть даже у детей. Часто затрагивают тех людей, которые работают, которых часто на ногах, те, которые часто двигаются, у кого образ жизни связан с физическим трудом, чья профессия, часть которых составляет нагрузку физической. Эти люди часто являются нашим пациентом. Никита Ховрачев 6 лет назад в результате ДТП получил многофрагментарный перелом бедренной кости. Долго лечился аппаратом Елизарова. Но посттравматическое укорочение конечности на 8 сантиметров вносит капитальные ограничения в поседневную жизнь. Несоразмерность ведет не только к деформации осанки, но и ряду других заболеваний. Получил травму, спускался по лестнице, а у меня деформация ноги, короче, другой, при травме получил 6 лет назад. Сейчас будем лечить это все, исполнение врача. Но он врач уже что-то порекомендовал? Да, сейчас будем делать рентген, проходить полное обследование. Одной из причин посттравматического артрита могут быть и травмы, полученные в результате ДТП. Но правильно подобранная терапия позволит пациенту вести полноценную жизнь с минимальными ограничениями. Поэтому неприятные ощущения в суставах игнорировать не стоит. На ранней стадии болезнь хорошо поддается лечению. Галина Житкова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видны ТВ. В поселке совхоза имени Ленина отметили День пожилого человека. Артисты местного муниципального центра культуры организовали для участников клуба «Золотая осень» и праздничные концерты, чаепития. Не обошлось и без подарков. Об эмоциях, которыми зарядились в этот день пенсионеры, расскажет Юлия Погасьян. Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие» при муниципальном центре культуры поселка совхоза имени Ленина был создан клуб для пожилых людей «Золотая осень». Здесь пенсионеры имеют возможность проявлять свою активность, участвовать во всевозможных мастер-классах, посещать экскурсии и культурные мероприятия. Задача клуба «Золотая осень» – людей, пенсионеров, вытащить из квартиры, из-за этого сидения дома перед телевизором, дать им возможность проявить себя, проявить активный образ жизни, создать условия для этого. А еще для пенсионеров периодически организуют различные праздничные мероприятия. Так, на днях в поселке состоялся концерт, посвященный Дню пожилого человека. На сцене выступали артисты и преподаватели местного муниципального центра культуры. Потрясающая аудитория. Девочки, у меня язык не поворачивается называть их бабушками, потому что они такие энергичные. Постоянно ты к ним приходишь, и контакт у них налажен, все танцуют, энергичные хлопают. В общем, мне очень понравилось петь для них. И несмотря на то, что мероприятие пришлось проводить в неотапливом здании, ведь руководство совхоза перекрыло сюда поступление тепла, атмосфера была более чем уютная. Энергичные танцы не давали участникам клуба «Золотая осень» замерзнуть. Все отлично. Спасибо организаторам, спасибо администрации. Ну, мы по жизни такие, поэтому, наверное, и держимся так хорошо, и настроение, и здоровье прибавляет это все. Я первый раз попала на такой праздник здесь, в совхозе. Да. Ну, очень, очень все понравилось душевно, тепло. Коллектив постарался очень хорошо. Концерт достойный, интересный, песни душевные. По завершению концертной части для гостей было организовано чаепитие. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. 375 лет с первого упоминания церкви на месте современного Никольского храма в поселке Володарского отмечают в этом году. История его уникальна и насыщена сменой владельцев и множеством перестроек. О месте, которое сплотило целый поселок, наш следующий сюжет. Никольский храм в поселке Володарского имеет вековую историю. Первое упоминание церкви на этом месте датируется 1646 годом. Это был храм Пресвятой Богородицы с пределами Алексея Человека Божия и Проскевы Пятницы. В те годы Богородская, такое имя тогда носил сегодняшний поселок Володарского, принадлежал Алексею Шереметьеву. С его смертью все изменилось. Церковь обветшала, неподалеку новые хозяева села решили построить другую. В начале XVIII века было явление казанского образа Пресвятой Богородицы. И храм переименовали Казанским. Не Рождества Богородицы, а в честь Казанской иконы Божией Матери. Поселок до этого носил название Богородское село, а после этого стало называться Казанско-Богородское село. От прежнего святилища остался лишь Алексеевский предел. Позже его восстановили в виде отдельной церкви, которой князья Голицына в середине XVIII века дали имя Никольской. Здесь проходили отпевания. Основные же богослужения принимал Казанский храм. Пройдет еще несколько столетий, в стране установится советская власть. В 30-е годы оба святилища разрушат. Приходская жизнь здесь возродится лишь к 1997 году. Мне на тот момент было 30 лет. Я случайно узнала, что здесь есть храм. И пришла тоже. Крепичи все таскали сами. Машина подъезжала, мы разгружали. Какие-то средства, если надо было, то просто вот как в старину с кружкой именно ходили по домам. Организовывались крестные ходы вокруг поселения, чтобы дело быстрее двигалось. Такая общая молитвенная помощь была. К 2006 году силами прихода на месте полуразрушенной церкви возродился однопрестольный Никольский храм. Но уже через несколько лет здесь вновь началось строительство. По документам выяснилось, что исторически место имело два предела. Усилиями прихожан мы отстроили вот этот вот храм. Бог дал возможность расписать. Если вы зайдете вовнутрь, то вы увидите там очень красивую роспись. Это, в общем-то, непросто, очень непросто. Вы увидите деревянные иконостасы в храме. Великое освящение состоялось летом 2014 года. Его совершил архиепископ Можайский Григорий. Сегодня храм живет насыщенной жизнью. Здесь можно получить духовную поддержку, найти занятия по душе и пообщаться с близкими по духу людьми. Никольский храм сплотил поселок и обрел дружную общину, неся в каждом своем кирпичике большую историю. Александра Столярова, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин